Я всех приветствую на своем канале Инчфам и Чинчфам, и с вами Лена. Ну и что ж, наступило, наверное, времени о видео о себе. Я знаю, что у меня появилось очень много новых подписчиков, которые мало чего, может, обо мне знают. И, конечно же, хотят узнать что-то более близкое, что-то из биографии. Ну что ж, приступим. Я поставила сзади себе фиалку, которая напоминает немного мне о детстве на Украине. Я ее недавно приобрела, и сейчас она мне будет много поддерживать. Из биографических данных, я на самом деле смесь кровей, это будет молдавская, украинская, русская. И жила я и на Украине, и в Молдавии побывала 16 лет, то есть, получается, 8 лет на Украине и 8 лет в Молдавии. В России я никогда не жила. Родилась я на Украине, и в этих странах я жила не в один миг 8 лет, там и там, а больше переезжаю из одной страны в другую, по-моему, по два раза. На данный момент живу я в Германии, и здесь я живу 4 года, хотя в Европе уже нахожусь, наверное, лет 12. Мой муж немец, да, я замужем, из вопроса вытекает о семейной жизни. И в Германию я на самом деле переехала по большой любви, я последовала за своим мужем после того, как я окончила свое образование. Мы с ним познакомились как раз в тот момент в Брюсселе, я там училась на графического дизайнера, или, как это называется, визуальная коммуникация. И как я окончила свое образование, получила, в общем-то, свой диплом, конечно же, я последовала своим мужем за свою большую любовь и оказалась в Германии. Если честно, до того, как я с моим мужем познакомилась, у меня даже, наверное, в голове бы не возникла идея, что я бы переехала в Германию, потому что немецкого я не знала вообще. Вся моя жизнь состоит из каких-то переездов, потому что в Германии тоже пятая страна по счету, в которой я живу. Я также жила тоже половина на половину с какого-то времени в Люксембурге и Бельгии, и я также говорю на французском языке. Поэтому изучение новых языков, находиться в постоянных каких-то новых странах для меня это дело некое привычное. Поэтому мне, наверное, удается переезд легче, чем другим, хотя, наверное, поменять полностью свою жизнь не так уж и легко, но возможно. И к моему счастью, что переезд в Германию это все-таки Европа, я не так далеко нахожусь от своей мамы, поэтому мы, конечно же, время от времени видимся и от своих друзей. Друзей-то, конечно же, у меня много в каждой стране, но, наверное, мои самые близкие подруги, с которыми мы уже знакомы еще со школьных времен в Бельгии, находятся в Люксембурге, и, конечно, мы по друг другу скучаем. Наша дружба, еще, как я говорила, со школьных времен, и она не потеряла свои силы за все эти года, даже если каждая из нас жила кто в Бельгии, кто во Франции, кто в Германии, кто в Люксембурге остался. Мы все равно на каких-то каникулах всегда встречались с девочками, и сейчас каждый раз, когда я приезжаю, я всегда пытаюсь всех собрать, и по большей части мне это удается. Поэтому, да, я смотрю, у меня нос раскраснелся, видите, как я в какие-то чувства впадаю, у меня сразу краснеет нос. Вот, так что, да, в своих переездах такой вот уж я человек. Из-за этого, наверное, также истекает какой-то такой пункт о Родине. Я думаю, что, может, я для этого сниму отдельное видео, потому что мне тяжело вообще сказать, какая у меня Родина, вернее, какая из этих стран. И я бы сказала, наверное, что я человек без Родины, и сейчас, наверное, все будут в меня кидать камнями и говорить, как же это так. Но я думаю, когда вы столько раз переезжаете из страны в страну, с одной стороны в другую, то это такая вот реальность. Вот, но зато у меня с другой стороны несколько может даже Родин, и в каждой стране я себя чувствую уютно по-своему, и с каждой страны я что-то взяла с собой в свою культуру, в свою жизнь. Несколько слов о жизни в Германии. Мне нравится жить в этой стране. Конечно же, у меня был какой-то барьер в изучении языка и привыкнуть к каким-то моментам, но сюда приехала. Конечно же, я чистый замужев в первый раз, но мне здесь нравится. У меня здесь тоже появились свои друзья. Я здесь работаю по своей специальности, и свою работу я очень люблю. И поэтому как-то уложилось здесь все, и многое, конечно же, меня здесь устраивает. Да, те, кто ждет вообще видео о моем переезде в Люксембург, как я вообще все это пережила и какие особенности, я знаю, что я очень давно уже тяну с этим видео. Наверное, потому что такие вот видео, которые касаются вас лично, они самые тяжелые. Вот как-то все установится и утрясется, я вам сниму. Так что я об этом не забыла. Вот, давайте уже, наверное, перейдем немножко к моему каналу. На создание своего канала меня сподвиг мой муж, наверное, потому что, не то что наверное, я для своего мужа идеал женщины, и он каждый день мною восхищается, и он говорил, что мне есть что рассказать, и поэтому как-то вот он меня в этом деле поддержал, и не то что поддержал, он даже мне саму идею дал. Я бы, наверное, если бы не он, мне бы в голову, наверное, не пришло. Вот, мой канал называется «Инфам и тюньфам», что с переводом французского называется «Есть женщина, есть женщина». И здесь я действительно делюсь своим миром женщины. Вы заметили, наверное, что мой канал не только о косметике и уходе за собой, но также вообще обо всем, что меня интересует. Это кулинария, это, конечно же, книги. Я вам рассказываю о своих чтениях. Это фильмы. Я просто обожаю ходить в кино. Вот сейчас мы скоро пообедаем и пойдём снова смотреть фильм. И я надеюсь, что после этого я смогу также делать видео об этом фильме. Действительно, не знаю, для меня кино, фильмы — это какая-то магия. Я очень люблю фильмы. Вы не поверите, но даже в мои студенческие годы у меня не было вообще телевизора, только телевидение. И я от этого не страдала, потому что смотреть как-то вот какое-то безобразие мне не интересовало. Единственное, наверное, интерес у меня было — это новости и кино. Новости я слушала по радио, а кино я покупала, как я говорила, или брала на прокат DVD. Вот. Что же, да, ну и также я вам рассказываю всякие влоговые видео. Хочу вам всё больше и больше показать наш город. И не только наш город, а вообще разные города. Я очень люблю путешествовать. Не важно, это Германия или другие страны. Я считаю, что путешествия нас формируют, показывают нам культуру других людей, воспринимают людей, задумываются о многих вещах. Поэтому путешествия — это что-то настолько обогащает, я считаю, человека. И, наверное, у каждого человека есть какие-то приоритеты, на что тратить деньги. Наверное, вот у нас один из приоритетов — это путешествия. Я всё готовлюсь, думаю, сделать вам несколько видео о музеях, о всевозможных выставках. Потому что хотя бы раз в месяц я всё-таки бываю в музеях и очень вообще-то люблю музеи. И мы стараемся, сможем раз в месяц хотя бы посещать один из музеев. И вы знаете, что выставки обычно длятся по полгода. И так можно менять каждый музей, и как раз обновляются выставки. Проблема с музеями в том, что у них есть права на выложение материала, вернее, на картины, фотографии. И редко вообще разрешается снимать. И это, конечно же, проблематично для меня, чтобы вам выкладывать материалы о музеях, о всевозможных выставках. Потому что, в принципе, наверное, информации о себе достаточно. Не хочу делать слишком длинное видео. Поэтому благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что я хотя бы чуть-чуть могла вам ответить на ваши вопросы. И говорю вам до следующих встреч. Всем пока!